В порядке. Игорь Липсец, у нас на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый день, здравствуйте. Начну с вопросов, которые наши зрители уже прислали нам в Телеграме. И вот один из вопросов звучит следующим образом. Светлана спрашивает, возможно ли полностью объективные данные об экономическом состоянии региона, отрасли или страны? Или неизбежные искажения и тенденциозность? От кого зависит, чтобы специалисты общества видели реальную картину? Спасибо. За ответ. Вот как? Теоретически можно это сделать. Вопрос в том, хочет ли это государство. И вот с этим как раз в России есть проблема. Причем это уже жалуюсь не я. А что самое смешное, жалуются государственные чиновники России. Был такой эпизод, только что на Петербургском форуме выступал глава ни много ни мало налоговой службы России. Сказал, что в России засекретили так много экономической, финансовой информации, что они уже в налоговой службе тоже начинают мучиться. Они очень могут понять, сколько налогов брать и в каком состоянии находятся налогоплательщики компании. Так что, конечно, проблема не в том, что теоретически возможно, невозможно. В принципе, можно исследовать хорошо экономические процессы. И мы знаем, что статистики в мире работают очень хорошо. Но давайте я попытаюсь объяснить. Скажем, в США данные о валовом продукте страны публикуются где-то не позже ноября текущего года. Оценивается уже текущий валовый продукт года, еще не завершившегося. А потом они в течение первых трех месяцев следующего года просто корректируют данные и довольно хорошо попадают. В России, значит, пять раз корректируются данные о валовом продукте в течение всего следующего года. То есть до конца следующего года ты не знаешь, что в России в целом по экономике сварилось. И был там рост экономический или было спадение. Но это вот такая российская статистика. Она сейчас стала хуже, потому что она очень сильно засекречена. Поэтому, если теоретически говорить, да, возможно. На практике в России сейчас практически это уже очень тяжело, слишком много засекречено, слишком много спрятано. И это уже большая беда для всех, кто пытается что-то понять про экономику России. А почему засекречен такой большой объем? Ну, понятно, что, наверное, это связано с обороной. Но, тем не менее, можно, наверное, с помощью косвенных инструментов почитать, какой процент засекречен. И тогда сделать вывод, сколько уходит на силовиков. Или это слишком простой подход? Нет, там смысл в том, что там же не то, что расходы. Вы все время про расходы говорите. А там и натуральные показатели засекречены. То есть засекречено, сколько добывается полезных ископаемых, какие запасы. Там последние засекретили запасы по бензину и дизельному топливу, чтобы никто этого не знал. Ну, то есть, поскольку страна находится в состоянии войны, хотя не признается, что это война, говорит, что это СВО, то она секретит всю информацию, которая может позволить противнику понять состояние экономики, готовность тыла обеспечивать армию, а населению понять, в какой большой беде страна находится по воле руководства страны. Поэтому секретится не только финансовая информация, она даже натуральная. Если говорить об расходах на оборону, то есть можно ли назвать примерный процент, сколько сейчас уходит на силовые ведомства и вообще на войну в России? Ну, считайте, что последняя цифра, которую озвучил даже сам Путин, будем считать, что она несколько занижена, но все-таки он ее озвучил, это цифра, что приближается примерно к 9% от валового продукта России. Валовой продукт России сейчас где-то, ну, где-то в районе, видимо, 170 триллионов рублей. Значит, ну вот и считайте, сколько примерно тратится, до примерно 16-17 триллионов рублей тратится только на оборону. Это, конечно, уже нелегкое применение для экономики, это уже серьезный удар. То, что Путин или, скажем, люди, которые рядом с Путиным, решили заняться коррупцией в Министерстве обороны, это симптом? То есть Путин стал понимать, что что-то неладно в ведомстве, которое он, кажется, боготворит? Ну, смотрите, значит, то, что в российских чиновничьих структурах все, в общем, как-то нечисты на руку, это общая тема, об этом снято много, этим занимались давно и многие исследователи, это понятно. И всегда было понятно, что, в общем, это никак не интересно руководству страны. То есть там Навальный с кожи лес рассказывал, какие там масштабы взяточества, никакой реакции не было, потому что это все руководство страны хорошо известно. Это как раз не, как вам сказать, не искажение механизма работы государственного, а нормально, потому что, когда человек берет взятку, то это для государства хорошо. Он помазан, замазан, загрязнен, нехорошая деятельность, его в любой момент можно посадить. Он поэтому максимально лоялен, и на него есть досье. Это очень удобная система госуправления, поэтому в России с чиновниками все было понятно. Но просто сейчас в Министерство обороны пошли такие огромные потоки, что масштабы прежнего воровства, помноженные на огромное увеличение расходов, породило уже беду, что слишком много денег крадется. Поэтому, видимо, вот и была проведена эта замена, чтобы хоть как-то навести порядок, хоть как-то определить масштаб их исчезаний. И, насколько мы понимаем, сейчас в Минобороны идет аудит, и несколько ведомств пытаются одновременно разобраться, что там происходило, куда делись деньги, сколько денег исчезло, и как делать так, чтобы эти деньги шли на оборону, а не в карманы чиновников. Ну, картина, я думаю, такая. Но если порассуждать на тему Тимура Иванова, который был задержан за взяточничество, там появилось много слухов вокруг, а может быть не за взяточничество, а за что-то еще. Там даже фраза «госизмена» звучала. На ваш взгляд, все-таки, вот история с Тимуром Ивановым, как одним из главных строителей Минобороны и человек, который отвечал за подряды, и, видимо, все-таки что-то за это получал еще сверху. Ну, там сложная система. Там, насколько я понимаю, все люди уже опытные, поэтому там прямой, как мы видим, он взяток не получал, даже обвинение не может ему это предъявить. Они ему вменяют, что он получал бесплатные услуги от тех, кому оказывал некое содействие в получении контрактов. Но это, как вы понимаете, довольно сложная история доказать это. Знаете, мне тут написали недавно коллеги из России, что у них возникла большая беда в управлении государством. Вы не поверите, очень высокие чиновники перестали брать взятки, потому что набрали так много, что уже хватит. Вывести деньги из страны крайне сложно и невозможно, никуда не пускают. А внутри страны денег уже хватает, а вот берешь взятку, рискуешь. Лучше не рисковать, не брать взятки, но не делать ничего. Поэтому они перестали брать взятки, но и решения не принимают. И начинается проблема, пробуксовывает экономика, потому что чиновник должен согласовать или запретить, а он не делает ни первого, ни второго, потому что зачем ему рисковать, он не делает ничего. Вот и все. Значит, начинается пробуксовывание экономики России вообще. Она не работает ни лево, ни право, ни криво, ни прямо. Вот это беда, которая сейчас есть. То есть получается, что коррупция является одним из таких важных механизмов работы российской экономики? Конечно. Я много раз об этом спорил с людьми из команды Навального, которые борются с Россией, с коррупцией. Мы, экономисты, понимаем мерзкую правду российской жизни, что если нет взяток, то в России не делается вообще ничего. За взятками делается некрасиво, может быть, неправильно, неэффективно, но хоть что-то. А если нет взяток, то не работает вообще ничего. Ну, потому что российский чиновник, он, как вам объяснить, он по-правильному делать не умеет, потому что он не знает, а что правильно. Он не знает, у него нет стратегии государства, у него нет критериев, что правильно, неправильно. Когда он получает взятку, он по критериям взятки принимает решение. Если нет государственной стратегии, нет взятки, он вообще ничего не делает. Ну, это кажется, что невероятная вещь, я говорю. Но вы меня легко проверите. Есть ежегодные отчеты счетной палаты России, которые каждый год сообщают, что довольно большие суммы денег, до триллиона рублей в год выделенных бюджетных денег не потрачены. То есть чиновнику проще не потратить деньги, ничего не сделать, чем принять решение и потом быть наказанным. Если нет взятки, он решение принимает хотя бы за взятку. Нет взятки, он не делает вообще ничего. И государственный аппарат перестает работать тотально. Для Путина это стало такой неприятной неожиданностью. Вот с чем связан его гнев отстранения и перемещения Шойгу? Да, он не оказался в СИЗО, как Тимур Иванов, но тем не менее потерял пост министра обороны. Отправился на позицию секретаря Совбеза. Патрушева оттуда тоже куда-то переместили. И, в общем, наблюдатели считают, что Путин был в гневе, когда понял, насколько велик масштаб коррупции, в том числе в Министерстве обороны. Для него это стало неким откровением сейчас. А всего обмана. Ну, потому что, распоминайте, я же хорошо помню те слова Шойгу, который выступал и рассказал, что российская армия – самая модернизированная армия мира, что там более 70% совершенно новейшей системы оборудования, что ни одна армия в мире не является столь модернизированной, как армия России. И, видимо, Путин в это-то поверен. И поэтому он думал, что он войну-то сделает быстро, а ведь не вышло. И оказалось, что все эти новые разработки, включая пресловутый танк «Армат», уже притчевый языцик, все эти пустые слова, ну, в общем, что называется, обманули, благодаря батюшку. Вот бояре-то подвели, вот поэтому этих бояр-то убрал. Совсем-то он их наказать не может, потому что он же их и назначал. Поэтому их аккуратно отодвинули, а Патрушев у нас теперь курирует судостроение. А Патрушев тоже расплачивается за обман? А как же? И разведывательная информация через Совет Безопасности, что шла батюшки, ну, тоже, конечно, за все отвечает. Куда же там? Сына-то начали поднимать, а вот батюшку отодвинули. Батюшка как-то, видимо, уже не в чести. Так что вот такая история. Ну, и батюшку, к тому же, знаете, он начал активно шустрить. А это в России император не любит. А он ездил по стране, выступал перед местными властями, научал их, как надо вести, объяснял, как надо строить мобилизационную экономику. Ну, как-то, знаете, слишком сильно политически засветился. Путин такие вещи не любит. Ну, поэтому сдвинули. Он теперь любит отвечать за это судостроение в Российской Федерации. А на ваш взгляд, все-таки у Путина есть инструменты для того, чтобы каким-то образом эту систему стабилизировать? Ну, в его представлении. То есть снизить уровень коррупции, повысить эффективность, например, Министерства обороны. Вот назначение Белоусова, это, видимо, все-таки шаг в эту сторону? Ну, шаг в эту, потому что, смотрите, какая ситуация. Российская экономика сейчас переходит в очень опасное состояние. В ней развивается огромная военная сфера, которая затягивает в себя огромное число людей. И это значит, что Россия теперь может жить только в состоянии войны. Потому что если не в состоянии войны, то она должна будет опять заниматься конверсией огромного военно-промышленного комплекса. И в этот момент она рухнет, потому что она сделать это не может. Поэтому, строго говоря, задача перед Белоусом — это не просто потратить деньги на оружие, но как-то сделать так, чтобы конверсия потом не убила экономику России, как она убила Советский Союз. Но я думаю, что Белоусу это не удастся, потому что это нерешаемая задача. То есть его поставили на место, где он должен решать задачу, не поддающуюся решению. Я конверсией занимался в 90-х годах и знаю, что конверсия военного комплекса России в мирное производство нереальное, невозможное и никогда не состоится. Но это означает, что Путин не собирается заканчивать войну, или Путин просто не осознает, что эта конверсия невозможна? Вы правильно говорите, Путин не собирается. Теперь он уже и не может. Посмотрите, ведь он сейчас раскрутил такой маховик военных расходов, создал так много людей, которые зарабатывают на войне, бенефициары. У нас сейчас идут попытки оценить, сколько людей в России извлекает выгоду из войны. До сих пор гуляла цифра 13-15 миллионов. Вот мой коллега Владимир Борисович Пастухов считает, что до 30 миллионов уже бенефициары войны, которым хорошо от войны, которым выгодно от войны, которым радостно от войны. И это уже существенная часть населения. И как теперь остановить войну? А куда эти люди денутся? Они привыкли получать большие деньги, а теперь они получать не будут. Что они будут делать? Они будут требовать от президента воевать всегда. И до последней капли крови, последнего солдата России. Я думаю, что картина, к сожалению, именно такова. Россия рухнет по чисто мирным основаниям, экономически, но воевать она будет до последнего дня. А какие отрасли, какие сферы и кто, может быть, какие физические лица, главные бенефициары этой войны в России? Да все! Вот смотрите, мне недавно люди пишут, ой, мы тут живем в Ивановской области, у нас такая хорошая жизнь пошла в Ивановской области. У нас теперь все швейные предприятия работают на полную мощность, все шьют для армии. Носки, обмандирование, белье шьют, все шьют для армии. Мы, наконец-то, полностью загружены, все зарабатывают. Ой, хорошая жизнь пришла в Ивановскую область. Они и танки делают, они делают постельное белье, они делают носки для солдат, вот все, что нужно для военной. Гражданская вроде отрасли, они работают на войну. Они кто? Бенефициары войны. Они теперь будут говорить, нам нужен гособоронзаказ по гроб нашей жизни. Давай, батюшка, воюй. Ну, кстати, Ивановская область, это же родина Первого Совета, насколько я помню. Ну, да, конечно, конечно. Это текстильный край России, там родился капитализм. Но российский капитализм-то родился как мирный. Кстати, экспортно-ориентированный, а теперь он работает на войну, и этим ужасно счастлив. Но, тем не менее, все-таки это же такой замкнутый цикл, потому что гособоронзаказ – это то, что идет из государственного. Это не экспортная история, то есть деньги не привлекаются извне. Соответственно, ты не можешь очень долго это все крутить или можно? Ты можешь, пока у тебя есть деньги на оплату этого заказа. Дальше возникает вопрос, откуда ты эти деньги возьмешь? Ну, какой-то идет поток денег от экспорта, а кроме того, конечно, они сейчас будут обирать население России. Население России кое-какие-то денежки прикопило, хотя оно, в общем, в основном-то бедное, но какие-то накопления есть. Вот в банках России у населения, у граждан России лежит где-то около 50 триллионов рублей. Понятно, что это деньги не у всех, а наиболее богатых. Но 50 триллионов есть, их надо отнять. Министр финансов уже об этом сказал, что вот у нас есть 40 триллионов. Ну, это выступал довольно давно, года полтора назад. А вот 40 триллионов есть у населения. Хорошие деньги, они бы нам очень пригодились для поддержания экономики. Так что государство как раз смотрит в кошелек населения, с удовольствием подсчитывает, сколько там лежит рубликов, и собираются те рублики отнять. А экспортный потенциал, учитывая, что происходило с Шойгу, сразу приходит на ум Игорь Сечин. И Роснефть, которая создавала для Путина, судя по всему, нереализуемые какие-то бизнес-планы. И он, в общем, достаточно долго на это покупался. Но это тоже становится теперь, как я понимаю, что открытой информацией для Путина в то же время. То есть флагманы уже не работают. Газпром практически обездвижен уже в этом смысле. Роснефть и так далее. Вы говорите о вещах, которые относятся к некой перспективе. Путин не живет перспективой. Это никто не может понять, но пытайтесь понять. Путин живет сегодняшним днем, этим месяцем, этим кварталом, максимум этим годом. Что будет через несколько лет, его не волнует вообще. Вот сегодня надо не потерять свое место, свою жизнь. Вот все остальное его не интересует. Поэтому он угробил «Газпром». Из «Газпрома» что делать уже непонятно никому. На горизонте лет 10-15. Восстановить «Газпром» скорее всего не удастся. Сейчас он обирает, отнимает деньги у нефтяной промышленности. И гробит нефтяную промышленность. Она в России тоже, кстати, не в очень хорошем положении. Это отдельный разговор. То есть он убивает сегодня, ради сегодняшних денег, ну, отрасли, которые должны кормить. И дальше выяснится, что деньги отобрали, отрасли разрушены, отрасли убыточные. Россия не имеет источников дохода и начинает разрушаться. Но это будет через несколько лет. Путину на это наплевать. Вот и все. То есть получается, что он живет силой инерции. А насколько вот эта инерция еще возможна? Мы видим, как быстро «Газпром» превращается из такого гигантского монополиста, оставаясь монополиста, превращается в компанию уже такой средней руки, даже по европейским меркам. И это происходит в какие-то считанные мгновения в масштабах истории. Дело не просто в том, что средней руки, а убыточная компания. Смотрите, они по прошлому году показали уже больше триллиона убытков. В этом году, соответственно, в 2024, видимо, будут еще больше. И уже возникает проблема датирования «Газпрома». «Газпром», который кормил бюджет, теперь должен будет получать деньги, чтобы он мог поставлять газ в города России. Вот о чем идет речь. И в эту очередь за дотациями уже становится все больше отраслей. Смотрите, в очереди за дотациями стоят эти угольщики. У них большая беда. Поэтому там какие-то появляются сумасшедшие проекты. Вывозы угля дирижаблями. Просто читаешь и думаешь, боже мой, куда ты попал? В какой дом сумасшедший? Дальше появляется, значит, в очереди стоят «Алроса». Это «Алмазы», они тоже под санкциями, там проблема. В очереди стоят золотодобытчики, которым некуда девать российское золото. Так что тут целая очередь выстраивается. И по мере того, как обрубают российский экспорт, эта проблема будет нарастать. Поймите простую вещь, что вся экономика России была построена под экспорт. Мощности добывающих отраслей значительно больше потребностей своей экономики. Иногда в 3-4 раза, скажем, мощности российской черной металлурги, больше потребностей внутреннего рынка металла в 3-4 раза. Потому что все шло туда, за рубеж. На этом все хорошо жили, зарабатывали. Обрубили экспорт, куда это девать? Это же не только «Газпром», это металлурги, которые сейчас только работают на армии. Начать от черной металлурги России – сторонники войны. Потому что если не будет гособоронзаказа, им конец. Они умирают, они банкротятся, они останавливают предприятие. Вот и спрашивайте, откуда берутся 30 миллионов. Я объясняю, сейчас целый ряд отраслей живет только на оборонзаказе, потому что экспорта нет, экспорт все меньше и меньше. И пока государство дает какие-то деньги, вот они будут жить и просить воевать дальше. А такой условно-либеральный экономический блок в правительстве, к которому относятся Набиулина, Силуанов, они имеют право голоса, их, не знаю, справедливо-несправедливо, называли одними из самых эффективных менеджеров в условиях этой войны. Потому что они еще пытались как-то трезво смотреть на вещи и сохранять какие-то экономические потенциалы, которые были. То есть у них есть еще инструменты и право голоса в этой системе? То есть они могут что-то отстоять? Ну, смотрите, значит, во-первых, я слово «либеральный» выбросил сразу. Оно в ваших устах совершенно неправильно. И этих людей уже никто никогда либералами не называет. И вообще либеральная идеология в России давно умерла. И Белоусов — это отнюдь не либерал, упаси Господь. Это такой, знаете, злобный государственник. Поэтому никакой либеральности нет. Это просто профессионалы, которые пытаются в рамках своих компетенций делать то, что могут делать. Но, в общем, бессмысленно. Они немногое могут сделать. То что может Набиулина сейчас сделать с инфляцией? Инфляция рождается от того, что Путин через Минфин закачивает огромное количество денег в военный сектор. Это деньги бесплатно. Они вливаются через военный сектор, через мобилизованных. Они вливаются в экономику. Деньги плавают по стране в огромном количестве. Что с этим может делать Центробанк при всей, так сказать, квалификации Набиулина? Ничего. Как видите, она, так сказать, истерически повышает ставку. Вот сейчас мы ждем очередного повышения. Идет такой забавный спор. Будет вместо 16, 18 или 20 все-таки сразу поставить. А толку от этого никакого. Ну вот она вроде профессионала. Что она может сделать? Ничего она не может сделать. И с валютным рынком не может ничего сделать. Потому что курс определяется Минфином. Да, не ЦБ. Он потерял свои рычаги. Она не может ничего сделать с инфляцией, потому что инфляция определяется Минфином, вливающим деньги. Поэтому даже если ты профессионал, ты уже немногое можешь сделать в России. Война, она, знаете, как воронка захватывает всех, крутит, и ты уже ни за что зацепиться не можешь. Вот этот принцип пушки вместо масла. Я понимаю, что он на самом деле весьма условный, но тем не менее его любят иногда использовать в качестве вот это новый импульс для экономики. Война может быть выгодна. Вот насколько это вообще соответствует действительность? В какой-то мере или нет? Нет, не соответствует. Я об этом написал целый цикл лекций на Ютубе. На моем канале можно посмотреть. Я это все разобрал. Это все давно проверено, исследовано. Мы знаем единственный случай, когда экономика процвела на войне. Это экономика США. И то она сразу после войны обвалилась. И вышла из беды только за счет того, что они запустили план маршала. Начали в Европу поставлять свои товары под свои же кредиты. И вот за счет этого они тогда процвели, и Америка стала богатой после войны. А так обычно война разрушает экономику и высасывает соки, и губит. И сейчас в России будет происходить то же самое. То есть Россия будет находить деньги на оружие, но вот гражданская экономика, условия жизни людей будут быстро разрушаться, быстро деградировать. Вот это будет происходить. Поэтому основная угроза сейчас в российской ситуации это две беды. Это первое. Не хватит людей, которые подписывают контракты, чтобы идти воевать. А это уже похоже начинает происходить, потому что мы видим, как сильно повышают оплату. Значит, уже оплата дошла с 200 тысяч в месяц до 400. А разовая выплата за подписание контракта поднялась 600-700 тысяч в прошлом году до 1 300-1 500 тысяч в этом году. Значит, желающих воевать становится меньше. Поэтому основная угроза для Путина – некому будет идти по контрактам воевать, ему придется проводить мобилизацию. Это очень сильное разрушение экономики. И второе – начнется просто разрушение гражданской жизни, что заставит население бунтовать. Потому что, ну что называется, что такое замерзание домов, россияне прошлой зимой познали. В этой зимой их ждет примерно та же самая история, если только не будет очень мягкой зимы. Вот эта история будет повторяться теперь регулярно, а проблем там от сегодня до завтра. И, кстати, мы еще не знаем, что там с продовольственным рынком будет в России. Так что тут проблем набирается много. На все нужны деньги, в том числе валюта. Скажем, закупать продовольство, в случае проблем с продовольствием. На это валюта нужна. А где валюта? Валюты нету. Они могут попытаться повторить неудачный советский эксперимент, когда система ГУЛАГа была направлена на создание экономической модели и хотели сделать его прибыльным. Ничего у них, конечно, не получилось. Но, тем не менее, такая идея была заложена в систему ГУЛАГа. Вот что-то подобное. На что-то подобное Путин может пойти? Ну, желание такое есть. Как ни смешно, вы попали в болевую точку. Было недавно, только что, буквально несколько дней назад, очень любопытное интервью министра нового правительства России. Министр, по-моему, по делам Востока и Крайнего Севера. По-моему, такая у него странная должность. Но неважно. Так вот он, значит, с тоской вспоминал, что как раз принудительный труд зэков по планам Газплана позволил построить города в Сибири, большие предприятия. Вот же как было здорово. Так что вы тут предположили гипотетически, а чиновники российского правительства уже ностальгируют по ГУЛАГу без всяких шуток, да? Какие же тут шутки в России? Но беда в том, что, ну как вам сказать, Россия, она не Советский Союз по демографическим параметрам. Людей мало. А когда вы сажаете людей в ГУЛАГ, то вы массу людей отправляете, значит, зэками. Зэк работает непроизводительно. А кроме того, вокруг зэка должны бегать вертухаи. Да? Слово-то тоже помним. Надо еще кучу людей отправить в эти лагеря, чтобы они смотрели за зэками ими командовали. Ну, трудно это в России сделать. В России дефицит людей. Посмотрите, в России безумно низкая норма безработицы 2,5%. Значит, если вы сейчас людей выйдете, вы из гражданской экономики пошлете в ГУЛАГ, а других срочно наймете вертухами за ними следить, то у вас вообще кто работает будет в гражданской экономике? Вы там какие-то пути, может быть, железнодорожные проложите в тундре. А вот гражданских товаров у вас не будет, и магазин будет пусты, и голодуха наступит. Вот это то, что Россия меньше, значительно слабее, значительно по человеческому потенциалу, чем Советский Союз. Получается, что Советский Союз для них остается такой ролевой моделью, то есть и в экономике, и в политике, и в идеологии. Конечно, они туда хотят вернуться, только не понимают, что они не могут туда вернуться. Совершенно другие условия, совершенно другие возможности, они просто не могут туда вернуться. Но мечта, да, вернуться хотят. Более того, они хотят уже достичь уровня Северной Кореи. Было чудное выступление главного идеолога путинизма теперь, философа Дугина, если так знаете, такого, который сказал, что он по поводу поездки Путина в Северной Корее, что так и должно быть. Большое Чучхе поехало к маленькому Чучхе, и там и тут в Великой Чучхе. Чучхе – это национальная идея, так что все хорошо. Так что я вам говорю, Советский Союз и Северная Корея, которая построена, была по модели Советского Союза. Но у Путина есть возможность сделать Россию Северной Кореей, учитывая, что это практически абсолютно изолированная страна, в которой нет ни интернета, очень ограниченный выход вообще за пределы, и там можно с пропагандой делать совершенно потрясающие вещи. Например, рассказывать, что космонавт, или как он там называется, летал на Солнце и вернулся. В России все-таки достаточно много дыр, которые позволяют выходить за пределы вот этого изолированного состояния. Даже в Советском Союзе это было. То есть очень большая страна, и ты не спрячешь какую-то реальность. А вот в КНДР можно, рассказывают те, кто оттуда выбирается. Вы знаете, я старый, я все это помню. И я, например, вам напомню, что в Советском Союзе, когда началась война, то конфисковали все радиоприемники, которые могли слушать другие волны. И все мы слушали только, соответственно, как мне рассказывали родители, только вот эту трансляцию на кухне. И я еще помню, какое было счастье, когда в Советском Союзе решили продавать лампы и радиоприемники, на которых можно было слушать голос Америки и BBC. Так это было невозможно. Так что все возможно, все можно закрыть, законопадить. Россия упорно работает над ликвидацией доступа свободного к интернету. Над этим, в общем, довольно серьезно работает, тратит большие деньги. И насколько я понимаю, никаких проблем нет. Какие дыры вы можете найти? Я отрежу всех провайдеров. От выхода в мировую сеть замкну, внутреннюю сеть внутри страны. И чего вы будете смотреть? Спутниковое телевидение? Так это тарелочка. Тарелочка легко диагностируется и снимается с вашей крыши, а вы получаете здоровенный штраф. Закрыть точно так же можно, как в Северной Корее. Не удивляйтесь, это все вполне возможно. А интеграция все-таки российской экономики, даже сейчас, спустя больше, чем два года войны, в международный все-таки интернет, на нем очень много всего завязано, включая смартфоны, которыми пользуется господин Песков и члены политбюро современного. Они же не пользуются российскими аналогами, они пользуются Apple, кто-то Samsung. Ну, наверное, Apple все-таки, по большей части. Они же не смогут приложения скачивать. А вот это вы будете в них сотовых сетях российских, выход на другие сервера вам будет закрытый, вы можете будет пользоваться только серверами русского интернета. Смартфончик у вас будет, айфоновский, вам его привезут в Северную Корею. Привозят довольно много роскошных товаров, вы просто не в курсе. Семья Кимов, она очень любит всякую роскошь, и давно им из Японии возят роскошную еду, роскошные напитки, все, что это им привозят, они-то это потребляют. А все остальные, они, значит, кормятся в проголоде. Иногда в Северной Корее голод. Так что светлое будущее России – это Северная Корея с периодическим голодом. Но у начальства все будет роскошно. Тут еще спрашивают про Германа Грефа, вот недавняя история с таксистами, ну, ладно, история с таксистами – это такой отдельный кейс, но он полетел покупать аэропорт, и здесь возникает вопрос, а зачем, и насколько это потенциальный регион, и, опять же, может быть, эта теория ближе к теории заговора, но говорят, бункер там неподалеку, и, соответственно, этот регион может иметь особый потенциал. Как вы думаете, с чем связана вот эта некая активизация? Ну, скучает, Германия, кстати, того самого странного министра по делам отдельных. Скучает Герман Аскарович, ну, скучает, понимаете? Он же очень такой увлекающийся человек, любитель всех технических новинок, он же начал строить такую экосистему Сбербанка с современными методами, а-ля, там, скажем, Амазон, а-ля Гугл, а ему это все обрубили, ему он все это делать теперь не может, он пытается найти какие-то развлечения, сил-то бушует еще, время-то еще есть поиграть, а уже поиграть невозможно, поэтому он уже не знает, куда деться, во что вложиться, чем развлечься. Ну, скучно человеку, ну, вы поймите. Ну, а на ваш взгляд все-таки, насколько Греф сегодня самостоятелен, то есть и как долго ему позволят еще что-то такое делать? Он вообще нужен Путину сегодня? Вот Герман Греф со всем его бэкграундом. Ну, он руководит банком, Греф, он же что, он отвечает за то, чтобы Сбербанк не упал. Ну, и хорошо, в этом качестве он Путину нужен. Путин не любит вообще менять людей, потому что он боится, что это придет к его собственному падению. Поэтому он старается людей из обоймы не выбрасывать, перекладывающих выбрасывать из одного места в другое. Ну, вот Грефа, значит, они перебросили на Сбербанк, Сбербанк вроде держится, не рушится. Ну, и хорошо, он там будет сидеть в Сбербанке до самой своей смерти. Ну, такая жизнь, в общем. Он ничего не определяет в стране, он руководит Сбербанком. Сбербанк – крупнейший банк, который занимается преимущественно тем, что покупает облигации Минфина, дает деньги вкладчиков на финансирование войны. Россия не думает, что у них есть сбережения, у них нет сбережений, потому что эти сбережения давно потрачены Сбербанком, который является крупнейшим покупателем облигации федерального займа, не потрачены эти деньги на покупку облигации федерального займа. Поэтому, что эти деньги собой представляют, они потрачены на танки и на оружие. Вот и все. Они формально числятся за вкладчиками, а потрачены на покупку оружия, потому что Сбербанк покупает облигации Министерства финансов, Министерство финансов получает деньги, пришедшие к нему через Сбербанк, и тратит их на финансирование военного комплекса. Формально деньги существуют, попробуй их получить. Это абсолютно та же картина, что в Советском Союзе. У нас у всех были книжечки, фиолетовники, где были записаны наши сбережения. А деньги были вложены в недостроенные объекты Советского Союза и в помощь братским странам стилистической ориентации. Ну и все. Куда эти деньги делись? Известно, последние остатки забрал Рыжков и на покрытие дефицита бюджета. Такая же ситуация, кстати, может быть и сейчас. Ну вот, Сбербанк будет обеспечить эту задачу, и на этом посту Греф будет вполне полезен и будет сохранять этот пост. Отцу с Алексеем Кудриным, как вы думаете? Ну, вон что он, сейчас его посадили на Яндекс, покормиться. Он много лет работал, теперь его посадили на бизнес, чтобы он подкормился. Такая модель путинской экономики, на кормление сажая, на коммерческую структуру, чтобы ты мог на этом заработать и уйти уже, что называется, на пенсию с легальными доходами от частного бизнеса. Ну и такая картина, ничего интересного в этом нет. Кудрин никакой роли не играет, так находится на запасных путях, ничего другого. Ну, может быть, когда-нибудь его оттуда достанут, Нафталин встряхнут и, может быть, в какое-то такое переходное правительство России сосудут. Ну, вот такой вариант существует. Здесь как раз много вопросов по поводу вот этого обратного билета. Можно ли выйти из путинской иерархии, уехать и отстраниться? Ну, конечно, кейс Чубайса многие в этом контексте вспоминают. Ну, насколько это так, сложно судить, но, тем не менее, Анатолий Чубайс действительно смог выехать и сильно не отсвечивает. Там есть такая проблема, что выйти из системы, даже если ты очень хочешь, не так просто? Думаю, что да. Ну, просто Чубайс человек особый, это отдельный разговор. Почему он вышел, как он вышел, почему его не трогает, это отдельная тема. Я не хочу ее обсуждать. Вот. Но, значит, как правило, из этой системы выйти нельзя. Я уже вам сказал, что практически все люди в этой системе замазаны. На каждого есть досье. Поэтому при любой попытке что-то сказать, досье достается, пыль встряхивается, уголовное дело возбуждается. Посмотрите, с какой легкостью некогда посадили Улюкаева. Вы думаете, остальных чиновников посадить нельзя? Да у нас сколько историй. Вы думаете, что люди, находящиеся в правительстве, от чего-то защищены? Я вам напомню историю про замминистра финансов, которую взяли, посадили, три года держали в тюрьме, потом выпустили без всякого обвинения. Ну, нужно было надавить на министерство финансов. Ему организовали, значит, посадку его зама. Ну, видимо, как-то договорились, зама выпустили. Даже без суда и следствия просто выпустили. Сказали, ну, гуляй, Вася. Такие истории бывают. Это совершенно такая, ну, как вам сказать, вы смотрите на это как на некую юридическую, легальную структуру государственной власти. Это бандитская структура по модели организованной преступной группировки. На каждого члена есть досье, каждого можно посадить по реальным или придуманным основаниям. Какие проблемы? А вы спрашиваете, как выбраться? Никаких проблем. Закрыт ты, сиди и не кукукай, потому что тут же попадешь на зону или твоих родственников отправят на зону. Мы тоже это видим. Здесь получается, что зама – это такой расходный материал, потому что, да, есть случаи, когда сажают министров, но это все-таки реже происходит, потому что Шойгу не посадили, хотя брали Тимура Иванова, нами уже упомянутого. Ну, красиво, да, даже драматургически. После коллеги он сидел вместе с Шойгу, его потом берут, арестовывают, Шойгу не понимают, что будет с ним, его потом там переставляют. Там вот есть определенные понятия, вот если использовать такой не юридический, а скорее криминальный сленг. Как действовать? Ну, формально даже замминистра – это тоже номенклатура, назначаемая президентом. Но все-таки как бы министр – это уж, что называется, ближайшее лицо к президенту, поэтому старается как бы особенно по ним не проходиться, и в общем, поэтому мы знаем только несчастного Лукаева, который посадили. А так, ну, как бы их убирают на запасные пути, как убрали только что Патрушева, да, поставив курировать за судостроение, анекдот какой-то. Но тем не менее, значит, а вот замминистра, да, это абсолютно незащищенные лица, губернатор незащищенные лица, сколько у нас уже губернаторов посидело и сидит на зоне. Так что в этом смысле чиновник ниже министра в России – это абсолютно человек незащищенный, он может набрать денег, он может хорошо, красиво жить, но при первой же необходимости он бодро оказывается на зоне и шьет варежки. Имеет ли значение для Путина и вообще для системы, например, решение Международного уголовного суда, потому что Путин объявлен в розыск, или как там это правильно обозначить. Ну, то есть орден выдан. Сегодня Шойгу и Герасимов к нему присоединились. Это дополнительный элемент, скажем так, для Путина, чтобы этих людей не трогать? Это ничего не значит. Россия на все это смотрит. Спокойно Россия, ну как вам сказать, она выпиливается из мира, и мир ее из себя выпиливает, поэтому эти все международные структуры для России никакого значения не имеют. Она теперь на особицу так же, как ей наплевать, на сказать, там, на какие-то решения ООН. Ну, да какая разница? Никакой разницы нет. Поэтому, в общем, приходит время, когда, ну, в общем, надо решиться сделать миру большой шаг. Пока мир не решается, это исключить Россию из ООН. Эта тема уже обсуждается. Исключить Россию из Совета Безопасности, как вы знаете, нельзя. А вот исключить Россию из ООН, чтобы она потеряла пост в Совете Безопасности, можно. Юристы говорят, что это возможно, тема уже обсуждается и дискутируется. Но пока мир не решается на это. Ну, и, соответственно, ну, вроде как бы Россия остается членом мирового сообщества, но на это сообщество России наплевать, она его не учитывает, на него не реагирует. И, в общем, более того, крайне болезненно смотрят на любые попытки российских граждан, ну, как-то апеллировать к международным организациям. Идет, скажем, очень большое раздражение по поводу того, что там Потанин и Дерипаска опять судятся в Лондоне, как бы тем самым подрывая доверие к российскому суду. Значит, на них, соответственно, смотрят косо, и для обоих это может кончиться очень плохо. Ну, Потанин и Дерипаска, они сейчас в каком фокусе находятся? Потому что Дерипаска в начале войны позволял себе не аплодировать, когда другие аплодировали. Владимир Путину, это, конечно, не диссидентский выпад, но, тем не менее, на это обратили тогда внимание, что, ну, он демонстрировал осторожное несогласие с политикой Кремля. Дерипаска сегодня удобный для Путина элемент, вот как раз? Бесполезный. Потому что, поскольку появились санкции на Русал, то Русал перестает быть таким большим источником доходов, каким он был прежде. А более того, обратите внимание, как Путин выступил в Питере, когда говорил о приватизации и национализации, он практически там описал всю схему залоговых аукционов и сказал, что это мошенничество. Это значит, что все вот эти олигархи, которые получили активы за счет залоговых аукционов, они все, что называется, занесены в категории мошенников. Ждите прихода следователей и ОМОНа, которые вас положат лицом грязь. Все может быть, так что тут совсем нет никакой гарантии, что если ты миллиардер и ты когда-то создал себе огромную империю, что тебя сегодня не положат лицом грязь, а завтра ты не отправишься на зону строить железную дорогу в Тундре. Сегодня это уже нет никакой гарантии. Ну пусть Путин пойдет по пути советской национализации и коллективизации, если мы говорим о сельском хозяйстве, но тем не менее по этой советской модели, скажем так, отъема собственности, частной собственности. Давайте так. По пути отъема частной собственности он уже идет. И довольно активно. Отнимается довольно большой. Последний раз цифра, которую мне выдали, это что-то 180 компаний уже прошли через отъем собственности. Так что процесс уже очень активно идет. А вы спрашиваете в будущем времени. Он в настоящем времени идет. Вполне активно и крупные российские компании находятся в состоянии паники, потому что никто не знает, у кого следующего отнимут активы. Поэтому тут уже процесс идет. Насчет сельского хозяйства, не думаю. Потому что с сельским хозяйством России все боятся связываться, на него боятся дышать. Тем не менее его убивают, тоже гробят. И тут тоже куча проблем. Так что нет, коллективизации не будет. А вот отъем собственности, передача на национальную собственность, государственную собственность, а потом возможно перепродажа другим людям, она уже идет и будет идти довольно активно. Вот мы говорили с Михаилом Крутихиным по поводу Лукойла. Он считает, что все-таки на Лукойл они не будут замахиваться именно государством, потому что Лукойл остается достаточно эффективным игроком. И при этом, если они поменяют менеджмент и так далее, у них все равно, скажем так, эта эффективность снизится. Я упрощаю сейчас аргумент. Как вы думаете, Лукойл, который остается частной компанией в России, он интересует государство? Может пройти процесс национализации этой компании? Ну, Михаил Иванович, конечно, прав. Но дело в том, что идея-то какая. Значит, мы отнимаем у собственника права владения, распоряжения, пользования. А команду менеджеров мы сохраняем. Мы их просто делаем государственными чиновниками. Они теперь работают в государственной компанией Лукойл. Ну, я думаю, что это совсем не закрытая тема, потому что Лукойл – это как раз залоговые аукционы. Напоминаю, раз Путин все это назвал мошенничеством, то никаких проблем нет. А появление детей в правительстве на различных должностях. Мы видели, как это происходило в Чечне, и увидели это на федеральном уровне, когда там и племянница Путина, и сын Фродкова, и дочери Путина, которые тоже засветились на питерском форуме. Их становится много. Детей, которые, видимо, все-таки приходят не то чтобы на смену, но интегрируются в эту модель. То есть это тоже про экономику в каком-то смысле? Ну, это про попытку удержать власть. Это не экономика. Никто их не зовет, чтобы они там эффективно управляли экономикой. Это попытка удержать власть. И тут уже лучше спрашивать Пастухова, который лучше это все знает, и уже давно сказал, что основная проблема нового срока Путина – это будет передача власти по наследству. Ну, наверное, он прав, он лучше в этом разбирается. Так что это не про экономику, это про передачу контроля над денежными потоками в экономике. Вот я бы так сказал. Чтобы эти потоки были в своих правильных руках. Ну, здесь интересно, что как раз, ну, я слышал такую точку зрения, что как раз дети-то вот этой элиты, ну, возьмем в кавычки, потому что элит – это что-то благородное. Или элитки, как говорит Георгий Сатаров, они не воспринимают частную собственность, они воспринимают, точнее как, они воспринимают государство как частную собственность. То есть теперь Россия наша. И это уже новая психология. То есть это что-то, что уже формируется. То есть есть страна, которую они делят. Вот просто. Страна, которая нам принадлежит. Вы согласны, что это уже происходит? Так оно и есть. Они возвращаются к модели самодержавца императора Николая Второго. Если вы поинтересуетесь, он однажды заполнял переписной лист России и написал в дографе, какая у него, значит, должность. Написал «Хозяин земли русской». Формально так оно и было. Вот к этой модели российская государство сейчас и идет. Есть вот верхушка, которая контролирует, владеет всей экономикой страны и делает с ней, что хочет. Между прочим, российские законы к этому очень хорошо приспособлены. Я очень развлекаюсь, мне люди все время объясняют, что у нас богатство природы, богатство недр – это народное достояние. Я говорю, да что вы говорите, правда, что ли? Ай-яй-яй, как интересно. А я говорю, а теперь возьмите в интернете, найдите закон о недрах Российской Федерации и почитайте, кому принадлежат недр Российской Федерации. Государство они принадлежат. А вот вопрос о контролируете народ государства – это отдельный вопрос, это понятный вопрос. Но формально богатство природы российской принадлежат государству, это государственная собственность. Государство дает лицензии кому-то пользоваться. А если я глава государства, то, в общем, они как бы принадлежат мне. Я понимаю, что это как-то такая тяжелая мысль для российского гражданина, но формально получается так. – А санкции, которые в том числе бьют и по третьим странам, которые пытаются как раз помогать России обходить различные санкционные элементы, вот новый пакет принят. Как вы считаете, это насколько осложнит как раз жизнь путинской иерархии? Потому что Путин в одном из выступлений сказал, что да, на самом деле санкции это чувствуется уже, хотя раньше он это отрицал. – Ну, он сказал так, что санкции будут мешать развитию экономики в среднесрочной перспективе. Это совершенно правильное заявление, ничего не могу сказать. На коротком горизонте России как-то выкрутился с подсанкцией, но она, конечно, разрушается, и это как бы будет страшная беда. Ну, посмотрите, что происходит. Значит, разрушается то, о чем никто не говорит, и всех это не интересует. Все со мной там обсуждают нефть, там газ, значит, алмазы, золото. Разрушается система науки и система образования. А страна, лишенная этих систем – это всегда отсталая страна, убогая, которая может питаться крошками с чужого стола. Вот в России разрушается наука, разрушается крайняя система образования, их уровень падает. То, что мы вырепилили их абсолютно уже из мировой системы, даже систему организации высшего образования уже меняем, какая-то она становится такая довольно странная, но бог с ним. Поэтому Россия убивает сейчас свое будущее, и в этом будущем она будет, ну, как вам сказать, ну, резервации вдоль Северного Ледовитого океана, где какие-то полезные ископаемые добываются, куда-то вывозятся, как там люди живут, как они там бедствуют, никого не интересуют, потому что они чужие люди и мирами не интересуются. Вот Россия сейчас идет к этой страшной модели. Вы сильно интересуете жизнь в Уране, которая 40 лет под санкцией. Вот Россия будет та же самая бедная, тяжело живущая страна, под санкциями, у которой есть немножко нефти. Эту нефть всякими левыми путями куда-то пытаются вывезти, на этом что-то заработать, чтобы профинансировать разработку оружия. Вот вам модель Ирана, это как раз светлое будущее России. А Китай, на который, судя по всему, Путин возлагает надежды, поскольку Китай является некой альтернативой, которую пытаются, ну, так выставлять. Китай, ну, скажем так, российская власть зависима от Китая и от настроения Китая сегодня? Да, конечно. Потому что, смотрите, ведь здесь начинаем с простого. Единственная валюта, которая осталась в России, это юаня. Ну, просто больше других валют нет. Это даже не образа речи, это просто решение Государственной Думы Российской Федерации, что в фонде на санкциях России не может быть никакой другой валюты, кроме юаня. И торги идут в Россию. Только юаням пока вот Китай сейчас не прикроет. Мы ждем, когда они закроют торги по юаню на валютной бирже. Тоже есть угроза такая. Поэтому, конечно, у нас национальные вододенежные резервы хранятся в юане, зависит от решения Китая по курсу юаня. Здесь внутренний рынок, вся внутренняя экономика держится на поставках товаров из Китая. Если Китай начнет это ограничивать, то экономика России просто рухнет, потому что она просто будет без товаров и без комплектующих для производства. Но вот сейчас что происходит, скажем, сельскохозяйство России, вы это упоминали, да? Нужна же сельхозтехника. Зарубежные бренды сельхозтехники ушли, китайцы захватывают сейчас рынок. Китайцы захватывают рынок грузовиков, китайцы захватили рынок автомобилей. Если они перестанут все это поставлять, эти рынки оказываются голыми, пустыми, без техники. И у вас рушится сельское хозяйство, у вас рушится добывающая промышленность, у вас рушится рынок транспортных услуг, и все у вас идет наперекосяк, потому что у вас нет легковых автомобилей, кроме самых старых, которые непонятно как чинить. Ну, поэтому как, конечно, Россия зависит от Китая, полностью зависит от Китая. Ну, а если посмотреть на Китай, какая выгода у Китая, учитывая, что понятно, что он сейчас ведет торг, в том числе и с Западом, и если посмотреть цифры товарооборота, то Россия и рядом не стоит с западными рынками, с США, с Евросоюзом. Насколько долго Китай будет, скажем так, поддерживать Россию, в том числе и в таком смысле, потому что поддержка там не бескорыстная, как мы понимаем, но ведь если его поставят перед выбором, например, западный рынок или российский, ну, несложно предположить, на что они сделают ставку. Или там сложнее? Ну, и пытаться торговать с Россией, потому что, опять же, смотрите, они сейчас теряют западные рынки, об этом, конечно, не очень Китаю приятно говорить, но они теряют западные рынки, и европейские, и американские, и они как бы используют Россию, но как некий такой дополняющий рынок. В общем, он им что-то дает, какие-то деньги они получают, потому что эти деньги они потом тратят на оплату нефти и газа, который идет для всей экономики. В итоге они сейчас захватили, по-моему, более 60% всего рынка и, по-моему, 80% всех импортных автомобилей, которые продаются в России. За счет этого Китай в прошлом году по количеству проданных автомобилей стал номер один в мире, обогнал Японию. Так что для них это в определенной степени полезно. Китайская экономика сейчас нестабильна, и чтобы она не рухнула, нужно, чтобы куда-то шел товар, как-то продажи происходили, они поэтому как-то за счет России немножко смягчают проблемы своей экономики. Это понятно. Насколько это удастся долго сказать, сложно, но пока немножко полезно. Но чтобы Китай уже очень активно поддерживал Россию, тоже нет. Ну, как вам сказать? Ну, смотрите, я говорю всегда две простые вещи. Вот третий год войны. Россия в тяжелом финансовом состоянии. Китай дал какой-то государственный займ России. Нет, не дал. Не дал. Государство китайское на помощь российскому государству деньгами не пришло. Китай начал какие-то большие инвестиционные проекты в России, импортозамещение? Не начал. В лучшем случае берутся старые автозаводы импортных марок, и там начинается крупноузловая сборка китайских автомобилей. Ну, вот все, что делается. Так что Китай не вкладывается ни душой, ни деньгами, ни инвестициями частными в российской экономике. Так, немножко продает, а почему бы не продавать? Можно продавать. А потенциал, если попробовать заглянуть чуть в будущее, что Путин делать не любит, но когда развалился Советский Союз, я просто был тогда маленький, мне было 11 лет, но я заметил, как быстро полки магазинов заполнили, в том числе западные товары. Для меня это ассоциация Марс и Сникерс, шоколадки, которые появились в нашем детстве. Но это понятно, что западные игроки стали очень активно приходить. И вот этот потенциал, поскольку рано или поздно путинский режим все-таки как-то либо рухнет, либо трансформируется, и те игроки, которые ушли, возможно, попытаются туда вернуться. Это уже будет новый передел этого рынка. Насколько этот потенциал интересен вообще, как вы думаете? Следует ли за этим внимательно наблюдать? И будет ли Россия востребована в этом смысле, скажем, западные? Хороший вопрос, глубокий. Значит, когда эти компании зарубежные приходили на рынок с шоколадками для вас, малышей, то у них была очень большая вера в потенциал российского рынка. Но все-таки 146 с лишним миллионов человек, грубо говоря, туда чуть меньше, но огромные территории, огромные полезные ископаемые запасы, которые продаются к ним. Значит, у России будет валюта, российский рынок большой, интересный, его можно будет привязать. Это новый дополнительный мировой рынок, это огромный прогресс. Европа очень много поставила, на это рассчитывала. А теперь давайте посмотрим на сегодняшнюю Россию. Все доходы от экспорта в Европу исчезли, за деньгами в России плохо, население быстро убывает, его убивают на фронтах, и оно не воспроизводится в мирной жизни. Как вы понимаете, экономика сильно изношена и сильно уже оторвана, европейская экономика перестроилась на других покупателей, и теперь обратно идти в Россию, да не очень это интересно. Кому продавать? На какие доходы рассчитывают? Многие, кроме того, поработали в России, многие выяснили, что ожидания большого потенциала продаж в России не так и не сбылись. Кто-то заработал деньги, неплохие деньги, а многие ничего не заработали, потеряли деньги. Так что в этом смысле иллюзий каких-то таких, как были в 90-е, здесь нету. Ну, если с ним будут санкции, то, может быть, что-то появится, но, во-первых, надо, чтобы санкции сняли. А чтобы санкции сняли, должно быть политическое решение такой радикальности, которой мне трудно представить в России. Поэтому обсуждать этот потенциал пока, на мой взгляд, смысла нет. Вопрос от Ильи, он спрашивает Игорь Владимирович. Журналисты подсчитали, что если армия России будет продвигаться теми же темпами, то завоюет Украину за 14 лет. Можно ли такой же теоретический расчет делать с экономической точки зрения и насколько вообще уместно сейчас делать расчеты? Спасибо. От Ильи вопрос. Ну, это вот такой расчет, он, конечно, очень смешной. Это, что называется, линейное прогнозирование будущего, экстраполяция прошлых тенденций. Это все не так, потому что все темпы, которые вы сейчас берете, там, продвижение, это при определенном соотношении поставок оружия России и в Украину. Изменится баланс поставок оружия, темп изменится и как бы вместо наступления может пойти отступление. Поэтому это все рассчитывать бесполезно. И надо понимать, что, значит, ну как бы экономика России, она сейчас упирается все больше в человеческий ресурс. Вот это некая беда, которая вот для России неисправима. Россия ниоткуда взять людей для того, чтобы восстановить экономику. Она их только теряет. И мы смотрим, какие люди идут сегодня воевать, подписывают контракт. Это же не юнцы, которым хочется пострелять. Это пожилые мужчины за 40 лет, которые уже сильно поношены, у которых нет заработка, у которых нет перспектив. Вот они подписывают контракт и идут в надежде, может быть, уцелеть, зато какие-то деньги получат. Вот таких людей не очень много, судя по тому, что они с таким трудом сейчас вербуют. В общем, проблем возникает. А если провести очередную мобилизацию, очередную большую мобилизацию, то это страшный удар по экономике. Опять народ побежит степями в Казахстан, минуя все границы. Россия уже этого боится. Обратите внимание, не только что приняли какой-то странный закон об изъятии имущества у компаний, помогающих нелегальной миграции из России. Из России. Они боятся, что появится масса перевозчиков, которые степями в Казахстан уведут. Там настоящая граница, насколько я знаю, нету. Так что степями пешком можно будет идти в Казахстан. Вот такие истории возможны. Мобилизация очень большая, опасность, но Россия к ней идет. Поэтому, когда у тебя на горизонте летают такие черные лебеди, как мобилизация, делают экстраполяцию. Сколько там продержится экономика России, сколько она километров пройдет за пять лет в среднем, со средней скоростью. Это вам не задача к арифметике для четвертого класса. Так не получается. А почему еще не вернулись к советской практике или практике КНДР, когда выезд становится проблемой из страны, то есть выездные визы или какие-то там ограничители. Уехать нельзя. В Советском Союзе называли словом «перебежчик» те, кто не возвращался, насколько я помню. Путин очень боится делать какие-то резкие шаги, которые резко говорят о его неудачах. Вот закрытие границ – это неудача. Это значит, что он уже не может удержать людей. Они бегут, ему нужно закрывать границы. Это признание того, что у него плохое управление, у него плохие дела в стране, он не справляется с управлением страны. Он этого пытается избежать. Поэтому он старается делать максимально мягко, удерживаться пока от массовой второй волны мобилизации, не закрывать границы, делать вид, что все как всегда. Да, есть кофе на тыкве на латте, есть гуляния на патриарших прудах, по Москве шуршат красивые блестящие машины. Жизнь идет как прежде. Он всячески старается эту иллюзию поддерживать. Это основа его нынешней власти. Поэтому он не закрывает границы, говорит, да, конечно, езжайте. Но при этом все время ищутся какие-то способы. То долги у тебя, тебя не позволяют выпускать, то у тебя нет тех, буквы поставлены или цифры, которые оказались в несчитанной зоне в паспорте зарубежном. И мы тебя не выпускаем. Но ищутся разные мягкие способы для того, чтобы людей из страны не выпускать. Более того, появились электронные повестки. А как только тебе выписали электронную повестку, ты уже выкинуть из страны не сможешь. Только степями в Казахстан, как АСК Бендер, через реку Молдавию с золотым блюдом на пузе. Вот примерно так. Света пишет, зачитаю комментарий в Телеграме. Спасибо. Стараюсь смотреть все интервью. Не скучно и, по моим ощущениям, правда. Не думала, что буду следить за российской экономикой, живя в Украине. Если успела, хочу задать вопрос. Что можете сказать по экономике Украины? Спасибо. Экономика Украины, это, конечно, очень тяжелая история, потому что вопрос состоит в том, как ее восстановить. Чтобы ее восстановить, потому что прекратилась война. В условиях войны ничего сделать нельзя, это понятно. Украина потеряла чрезвычайно много, чрезвычайно серьезные раны ей нанесены. Конечно, будет какая-то, скорее всего, помощь. И это уже идет. Но только надо понимать, что эта помощь для экономики Украины будет не совсем такой, как думают украинцы. Я это уже начал несколько месяцев назад объяснять украинским каналам. Я понимаю, что я говорю очень неприятные слова, но вот уже только что произошли события, которые говорят, что я абсолютно все правильно понимаю. Что деньги на поддержку экономики Украины украинцы не получат. Они достанутся европейским компаниям, которые будут что-то делать для украинской экономики, восстанавливать электростанции, ремонтировать предприятия, прокладывать дороги, чинить больницы. Но это будут делать европейцы на деньги европейцев. Украинская экономика, украинское население будет получать готовые объекты. Обратите внимание, только что выделили миллиард четыреста миллионов, но не в экономику Украины деньги пришли, не в Министерство финансово. Они пришли европейским странам, которые будут агентами по выполнению этих денег. Они эти деньги получат, исполнят какие-то задачи, что-то купят и дадут в экономике Украине. Поэтому, собственно, вот эти объекты будут восстановлены. Я на это очень надеюсь, что в Украине это получится. Но вот что будет с экономикой Украины зависит только от народа Украины. А мы понимаем, что Украина очень много тоже потеряла людей. И не только на поле боя, но и очень много народ уехало. И вернутся ли эти люди, сумеет ли правительство Украины вернуть этих людей, от этого зависит будущее экономики Украины. Потому что если от Украины останется очень малая численность, а мы помним, что в Украине было 40 миллионов человек. Сейчас разговор идет уже о 20. И это, конечно, будет очень большая беда, если сильно сократится население. Если страна не сумеет вернуть уехавших, то у нее будут очень большие проблемы восстановления экономики. Станет очень тяжелой задачей. А если посмотреть глобально, как эта война, самая крупная война в Европе со времен Второй мировой войны, влияет на экономику и европейского континента, в целом, и Евросоюза, и западных стран, и, может быть, даже восточных стран, вообще глобальное влияние. Насколько ощущается от этой войны сейчас? Оно ощущается, оно проявляется в том, что идет, как вам сказать, реанимация военно-промышленного комплекса. Европа запустила свой военно-промышленный комплекс, они перевалили все военные расходы на США, они тратили очень мало денег. И сейчас идет развитие, посмотрите, вот только что был большой контракт, Умрэйн Металл получил что-то на 8 миллиардов контракт от правительства на производство оружия. То есть идет возобновление военного производства, пойдут деньги на развитие военных компаний, на военные исследования. Возможно, что будет некое ускорение технического прогресса, это бывает, потому что военные компании в Европе и США, они работают и на гражданскую экономику, в отличие от военной экономики России и СССР, которые работают только на войну. Поэтому в Европе, может быть, будет некое оживление военных расходов, но при сокращении социальных расходов. А это может нарушить стабильность политической системы. Это не моя тематика, но я, как экономист, это вижу. Мы уже видим, что растет раздражение населения Европы тем, что идет поддержка Украины, поставка Украины, расходы на войну. Население этого не видит, не понимает, что есть угроза их свободе, безопасности. Они говорят, а о чем мне? Вот мне должны были дать пособие, а мне его не дали. Да, вот нам должны были отремонтировать больницы в городе, они отремонтировали. Украине ремонтируют, а нам не ремонтируют. Да чего это Украине ремонтируют. Это реальная история, и это будет означать, что будут появляться все больше политиков, которые на этих настроениях будут спекулировать. И это будет менять ситуацию. Это будет менять ситуацию и в экономике, и в политике, и в мировом масштабе. К сожалению, это так и есть. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Мы благодарим вас за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Игорь Липсис, экономист, был с нами на прямой связи. Спасибо вам и до встречи. До свидания. Всего доброго.